ехала да кстати надо сбить нам счет по аналям но и ножевой раунд потихоньку должно уже стартовать но это что то обсуждают у нас ребята из коллектива файфа элемент что будут делать как будут работать куб вроде был в готовности где то здесь да и в чате его видела сейчас что то не то но ждем так отлично ехала ехала тикс убираем наш баннер ну и давайте посмотрим что тут на ножах у нас будет наши в принципе всегда шли неплохо у коллектива файфа элемент снова дальше проблемы начинают захожу меня тут уже плен стоит по нолям или он всегда стоял я просто внимание не обращал ну ладно поднимаем и пошла пошла резня вот так бы еще стреляли было бы вообще суперское противостояние но 10-3 для меня это было ну просто игра в одни ворота ошибок было море и так далее и тому подобное вот сейчас если будет такая же стрельба от коллектива эмбарго и файф элемент то это будет просто нереальная зарубка у нас на на нашем люкс вилле так ну что ж отлично здесь коллектив файфа элемент будут начинать за оборону эмбарго в атаке но и посмотрим как сейчас эмбарго будут находить нужные ключи для открытия позиции собственно для того чтобы забирать раунды в свою копилку ну и как будут держать оборону ребята из коллектива файф элемент давайте мы с вами сейчас посмотрим но стивоса мне кажется посадит куда нибудь на девятку или под восьмерку где нибудь вот эти позиции сейчас будет у нас контролить илья так что там начнутся проблемы при заходе а вот что далее давайте сейчас мы с вами посмотрим как же будут все таки выступать в ролях саппорта все штурмовики команды файф элемент ну и собственно как же будут атаковать бойцы эмбарго сейчас мы посмотрим так ну что поехали эмбарго сейчас включится ли так же как на буре в пустыне или же все таки здесь файф элемент покажут где раки зимуют ну поехали 0 0 заключительная третья карта между этими командами ну и файф элемент победа здесь нужна просто кровь износу для того чтобы ходить на лан финалы потому что дальше там тоже соперники не из легких а эмбарго это как раз таки один из самых извинутых пока соперников заход на тройку кстати уже имеется а это в закрытую закрытую будут принимать файф элемент но и решение это кстати такое потому что эмбарго знает как играть против этой тактики гуэра на длине и кстати здесь уже гуэра слышал на перетяжке с моста на девятку двух игроков и понимает тоже что это закрыто и здесь как-то с ковров наверное будет выход прокида на девятку должны сейчас быть выход с ковров выход с нижней тумбы и здесь 505 пока что контролит выход на нижнюю сишечки уже взорваны и 505 в упоре со своими тиммейтами готов встречать так ну что наводится у нас экшен постепенно 57 хп уже у пионера и выход на минус сразу мир из и скайлэйк забирает одного минус минус пионер минус 505 не надо играть закрытую против эмбарго эти парни просто пропитаны этой стратегии это чё 5-0 нет пока стиви делает минус но его здесь давит это 5 в 1 как же красочно начинают эмбарго это просто уволено это просто уволено а теперь ждем ответочку от файф элемент но закрытая действительно далеко не та тактика на которой нужно играть против коллектива эмбарго но посмотрим может быть что-то сейчас изменится от кит х е пока что на позиции ковров у нас имеется гуэра перетягивается на позиции ланга на данный момент но заход на верхнюю тумбу уже имеется давайте посмотрим как ребята далее будут действовать пока что на восьмерку от кит х е стиви будет запирать эту точку ну и мне кажется здесь эмбарго должны прекрасно это понимать и на восьмерку выходить не будут есть тем временем выход под мидл и потихоньку будут разводить эту точку 505 суашками будет контролить дроп на нижнюю ну и собственно там пионерс колу обороняет мидл на скайлейк от кит х е на девятку минусует пионера также есть информация сейчас по колу 505 находит минус по максимусу колу подбирает амирекса и скайлейк врывается просто в альфу оформляет дабл килл и установка планета уже имеется стивиус через мидл пытается пройти и корт минусует здесь гуэра но жесткий моментальный размер и стивиус остается один одинешеник против двоих фуловых бойцов коллектива эмбарго ой 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 нет все таки этого не будет я думал сейчас на фазуме заберется также скайлейка но это уже два ноль два ноль для коллектива эмбарго на атаке лонли лонли такая песня наверно в голове сейчас играет не надо играть в закрытую я же вам сказал ну парни ничему вас жизнь вообще не учат против вот этих зверей эмбарго в хорошем смысле зверей ребят ни в коем случае не оскорбление они реально звери они знают как играть против этой закрытой и респекты пытались зенейшн пытались и никто не может отыграть закрытую против этих парней сплетуется выход у нас значит с ковров сплетуется выход длины сплетуется выход нижний ничего никто не поделать не может то что уашки просто разрывают на этих позициях даже если вы играете с уашками вы просто ну как бы со всех позиций сразу натиск сдержать не сможете здесь уже чисто математический анализ такой где эмбарго явно преимущественно при такой тактике ну что и опять в закрытую уходит опять в закрытую но это сейчас 3-0 будет это сейчас будет 3-0 если ничего толкового не предпримут 5 elements опять они отдают все позиции на тройке проход под бету но правда у гуэра 25 хп вот если гуэра бы сейчас убить на косом было бы вообще неплохо длина всяческих под отрезку снова выход на мидл 505 делает два минуса ну и пионер отвечает также разменом мирок с гуэра остаются вдвоем ну вроде как хорошая приемка но еще два игрока в живых не важно что там у гуэра 25 хп и 5 elements об этом вряд ли сейчас догадываются что там есть один родовый поэтому они не должны быть полностью сосредоточены на двух игроках как на двух полноценных своих соперниках ну посмотрим мирокс выход на ниже но здесь сиешечки сиешечки конечно подкараулит я думаю здесь пионер и мирокс мирокса не подрывает но пионер есть минус кову хорошо действует закрытая сплата это 2-1 вроде как ответка заходит сейчас от коллектива 5 elements но нужно продолжать работать в том же ключе на протяжении всего этого матча ну и собственно этой карты ну давайте посмотрим что же будет далее гуэру затягивается на позиции длины сейчас там пионер с балкона будет принимать своего соперника пока что нет никакой информации по гуэру он закрывается в тупке сейчас и здесь корпс находится на девятке посмотрим что из этого выйдет но мидл нужно чекать не обращать внимание пока что на позиции балкона или же начнутся проблемы но вот стивоз на восьмерке уже зачекал своего соперника откид хаи от жесткого у нас пошел ну и скорее всего опять же будет развод позиции альфы вот хаешка прилетает на девятку гуэру тем временем пытается пройти косой но прекрасно слышит здесь пионера ну и потихоньку не торопится не торопится потихоньку проходит эту позицию но пока что все безрезультатно кову хорошо хорошо взрывает сейчас и 5 минусой здесь максимуса корсу на подклассе забирает также мирокс пионер есть неплохой минус по гуэру скайлейк дроп на нижнюю от кит хаи минусуется здесь 505 но 18 процентов здоровья у скайлейка это конечно далеко не радужная новость для этого парня и еще остается один против четверых агрессивных бойцов коллектива 5 выходит здесь на илью хайдарова моментальный минус это сравнение счета и 2-2 начало миссии отлично отлично отыгрывалось сейчас от 5 elements закомбечили закомбечили главное сейчас не расслабляться главное предпринимать те же самые меры те же сишки на ковры те же сишки на тройку кстати вот сишки на ковры это очень на самом деле парафитная тема если корпус видит моментально что проходит ковры два игрока здесь просто взрыв покров взрыв покров и эмбарго отправляется в таверну а стиви грамотно чекает пока заход тройку не отдается на позициях восьми это конечно тоже своего рода плюс но и стиви опен фраг есть по жесткому сишечки подрывают но здесь уже одного игрока потеряли причем одного из самых жестких под никнеймом жесткие вот что интересно ну в троечка смотрит пока что альфа у нас корпус 505 кову пионера стиви под бетой а вот здесь уже могут начаться проблемы но сишки где а где сишки на коврах почему сишек на коврах то нету алю как вы играете без сишек ну это были же сишки в предыдущем раунде почему их нету сейчас я не понимаю кладется дым у нас но попробует ли эмбарго выход под бету сейчас или снова выход на альфа с ковров пока еще не понятно но уже сейчас полетят прокиды на 9 а пошли хаешки на 9 кладется еще одна хае ну и под эти хае надо уже было выходить ну а сейчас уже вряд ли куда то выйдет эмбарго сами здесь накосячили но и стиви здесь пока что один под бета отстреливается закрывается уже непосредственно вглубь беты и 4 игрока на позициях альфы но если считать пионера так же конечно четвертым то 4 а если не считаем то 3 потому что все таки девятка это такая немного смежная позиция с альфой и вроде и в альфе есть и вроде и уже на перетяжке в бету очень медленный раунд в исполнении эмбарго сейчас да и принимает решение все таки выход на миду лаикову хородит моментально мирокса неплохо есть выход на тройку уже от максимуса и скайлейк так но это походу перетяжка это перетяжка под мидл стиви контролит выход на бету с авика есть два минуса от гуэра скайлейка но стиви пока хилится живет неплохо 20 хп у стиви ну ой 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 ну здесь вряд ли уже да хорошо стиви работает в этом раунде стив просто красавчик ну 3-2 неужели файфельменс нашли ключ к этой зловещей атаке эмбарго но эмбарго теперь в свою очередь 3 раунда к ряду это довольно таки приятные новости для коллектива файфельменс сейчас должны просто быть на подъеме морали но сейчас эмбарго мне кажется попытается на агрессии как-то опять развести позиции альфы ну и собственно без всяких перетяжек вот давайте сейчас за гуэра посмотрим он уже находится под косым от кит хе под 9 и пионер тем временем готовится принимать своего соперника флешка пока что в руках у нас у гуэра нет сменяет наук слышит своего визави от кит хе под косой от пионера пока что не настигает своего адресата так что будет далее с восьмеркой уже все понятно там стивос потихоньку контролит эту позицию но довольно таки уверенный дэмэж по нему залетает и 2 процента здоровья у стивоса продолжает оборонять позиции беты но здесь дроп на нижнюю мерекс находит минус по корцу моментальная перестрелка пошла с 505 скайлейк забирая своего соперника пошла работа также на короб просто альфу раздавили кову еще пытался что-то сделать забрал гуэру но скайлейк не прощает стиви 2 процента здоровья 1 в 4 с кемпой против штурмаяков вообще прелесть инфа конечно для стивоса сейчас но в принципе и не такое тащил давайте посмотрим да есть минус по жесткому но здесь уже мерекс на подхвате есть моментальный размен и 3-3 счет так так ну скайлейк здесь просто потрошит и радуется 10-3 у него статистика дальше идет мирок 7-4 но стиви пока что безможно тоже тащит у нас эту команду 5 elements 7-3 у него статистика но вот 505 корпус пока что а и пионеры тоже не могут включиться 3-4 3-4 3-5 стата ну такая себе стиви принимает позицию по агрессивней нежели в предыдущих раундах отыгрывает он тройку но и сейчас понимает что скорее всего надо ориентироваться обратно дальше чекать заход позицию 3 и вот получится ли у стиви сейчас удивить своих соперников потому что уже вдоль и поперек знает эмбарго как стоят 5 elements на позициях альф на позициях беты то что пионер там на девятке в случае чего бежит саппортить на бету либо в альфу соответственно куда будет выход взрываются сишки а вот сишки это пожалуй ключ к успеху команды 5 elements на этом могут прогореть сейчас ну что мирокс будет ли выход или нет ну кстати мирокс здесь один а вот это ошибка это ошибка то что мирокс идет один это вообще беда печаль 505 даблкил нет не даблкил вру пионерского здесь подключается к этим фрагам еще ну и вот куэра вместе с жестким тоже погибает ну вот сейчас браво браво 5 elements очень красиво отыграли 4-3 но пока что у нас счет продолжает плавать из стороны в сторону здесь ребята очень неплохо принимает конечно своих соперников но 3 раунда и такие потные раунды для коллектива 5 elements выдается это конечно огромный вопрос что же будет далее что будет вообще на смене сторон если сейчас будет еще 4-4 то это конечно вообще неприятный поворот событий для коллектива 5 elements смена сторон явно ничего хорошего не будет сулить поскольку здесь ребята уже просто выложили все девайсы которые только можно против своих соперников это и сишки и уашки и так далее и тому подобное мне кажется здесь эмбарго просто будут обижены на своих соперников и в соответствии смена сторон сторон пройдет очень неприятно для коллектива 5 elements но сейчас мы еще выбиваем в лобби что такое непонятно куда куда выходили случайно взял не ту пушку пишет стиве так ну что 4-3 же у нас да по прежнему да 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 ну такое такое здесь эмбарго на самом деле уже как бы задачу минимум вроде выполнили да три раунды забрали но они могут и больше и 5 elements должны здесь конечно опасаться и прям вот во все внимание быть во всеоружии топят ребят на твиче и за 5 elements конечно армия побольше будет так ну что ж грузимся грузимся дорогие друзья так вот если сейчас коллектив эмбарго все таки добирают четвертый раунд и первая половина пройдет у нас со счетом 5-4 но вот еще огромный вопрос в чью же пользу будет пятый раунд но тут мне кажется не знаю сейчас просто главное не падать моралькой просто не падать моралькой даже я немного подзагрузился с предыдущего матча я не ожидал такого поворота событий я до сих пор пытаюсь понять что же пошло не так у ребят неужели настолько провисли по морали но сейчас стиве попытался на агрессии отыграть по нему уже залетает дэмэдж довольно таки уверенный 3-4 процента здоровья у него остается садится на восьмерку будет контроль сейчас заход на верхнюю тумбу но и здесь как раз таки скайлэйк с мирексом пытается пройти уже заходят по 3 и первая пуля в молоко все таки улетает от стивоса и попытается ли развести альфу сейчас ребята или попытается далее жать бету через 8 давайте с вами посмотрим сишки также взлетают на воздух безрезультатно от китхае имеется сейчас от гуэро стивос по прежнему контролит позиции восьми заход под бету но там у него пионер если что будет выступать в роли саппорта но успеет ли засевить своего тиммейта огромный вопрос от китхае под 8 но и все таки здесь основной костяк игроков эмбарго под восьмеркой стивос начинает принимать есть минус по гуэро пошла перестрелка жесткий пытается забрать своего соперника снимает голову корсу моментальные минуса просто заход под бету ну что это что еще и 505 после смерти убивает ну как это вообще делают просто здесь эмбарго имба так ну что поехали ребятки 4-4 последний раунд первой половины эмбарго конечно сегодня творят что-то невообразимо очень жестко отыгрывают но они в принципе на протяжении сезона очень жестко играли но сегодня есть какая-то вот новая нотка которая вселяет уверенность эмбарго в них сами но посмотрим чем же удивят нас в последнем раунде эмбарго и чем же ответит 5-элемент стиви снова на своей сигнатурной позиции на восьмерке так сишечки пошли взрыватушки и на коврах на коврах главное сишки проверить команде эмбарго сейчас но кстати вот почему ковры то не минируют я вот немного не понимаю 5-элемент это же ключевая позиция которую надо минировать именно же с нее вас прессуют постоянно увидели двоих троих здесь все нажали подорвали минус 2-3 человека ну непонятно ладно с девятки корпс у нас кстати у корпса 8 хп уже остается пионер 78 а вот вальф то выход походу будет и без поворотом три минуса просто к ряду от команды эмбарго но пионер пока что еще борется есть еще 2 в 3 есть еще шанс у команды 5-элемент здесь сравняться но слабо верится хотя 5 хп у жесткого у Мирекс 52 а по Мирексу кстати есть инфа что он за дверью находится именно оттуда видел Стиви что патроны летели то ах но Мирекс вовремя в плен все таки забежал но здесь нижние тумбы жесткий должен как-то отвлекать на себя внимание хоть и 5 хп но он такой игрок размены здесь больше отвлекающий маневр и жесткий здесь вставит пачку ну и пионер 1-3 ну и вовсе пачку получает это 5-4 первая половина за команды эмпарка это просто нечто но от этого поворота конечно никто не ожидал но в принципе эмбарго всегда играли очень жестко на позициях люкса здесь у них довольно таки уверенная атака и более уверенная оборона так что если сейчас коллектив 5 elements не находит никаких нужных ключей и нужных тропинок для атаки своего соперника то в соответствии у них начинаются крайне большие проблемы и собственно смогут ли вообще довести до допов или закомбечить вот сейчас просто 6 раундов к ряду если возьмут то будет просто изи изи бризи лаймон сквизи но смогут ли смогут ли это остается пока что загадкой нужно срочно выкручиваться нужно срочно как то топить своих соперников но и далее уже выходить на вторую карту в свою копилку но здесь эмбарго пока что лидеры да это преимущество всего лишь один раунд но тем не менее оно имеется и смена сторон но сейчас эмбарго продолжает отыгрывать за сильную сторону за слабую забрали максимальное количество раундов это 4 это очень хорошо для них и сейчас если будут играть также в закрытую хотя здесь эмбарго на люксе они особо не любители закрытой тактики у них верхняя тумба очень хорошо удерживается там два дуала стоят плюс сишки на тройку да плюсом закрытие меда один саппорт с меда чекает позиции альфа один чекает лонг ну и собственно с девятки войдет перестрелка я не знаю смогут ли ребята разобрать такую тактическую составляющую своего соперника или же все таки нет давайте мы сейчас с вами это и узнаем потихоньку прогружаемся опять же на локацию люкса отлично все в сборе ну что ж давайте сверху посмотрим за вектором атаки коллектива 5 elements пока что в тактике у них ничего не меняется 505 и стивоз отыгрывают через позиции ланга на данный момент но там агрессивных действий также от коллектива эмбарго не наблюдается аккуратные действия под двумя тумбами от коллектива 5 elements кову корпуса 500 нет 505 пионер пионер у нас здесь пытается проходить эту позицию но там просто дымы просто смог набросали и все осколочные гранаты так изредка залетают но тем временем скайлейк находит все таки минус по 505 и без единого потери хп стягивается обратно на свою позицию но такое дело такое потихоньку подтягивается уже по 3 о чем я и говорил ребята из коллектива эмбарго не любители закрытой тактики и здесь уже двое дуалов просто стоят на позициях верхней тумбы то корпус получает по себе дэмэш мирокс также принимает своего соперника минусует корпуса и уже трое игроков коллектива five elements остается против пятерых пошел пошел агрессивный колу но сразу же отлетает с этого раунда пионер пытается еще как-то разменяться забирает мирокс скайлейк моментальный размен и здесь жесткий оформляет груз 200 на стивоса ну просто 4 игрока коллектива эмбарго остается в живых и это уже шестой раунд для коллектива эмбарго счет становится 6-4 ох просто я не знаю что сейчас в тэске five elements творится ну и на самом деле представить немного даже страшно потому что вроде как да даже не вроде как а фаворитами явными выступали five elements перед этой встречей да они неплохо показали себя на пригороде ужасно показали себя на карте буря в пустыне 10-3 это вообще не счет ну и тут такое вот творится на люксе 5-4 проиграли за атаку точнее проиграли за оборону five elements и сейчас 6-4 уже учитывая то что эмбарго сейчас играет за сильную сторону играют они в отличие от своего соперника в открытую вот максимус подрывает уже кову остаются без очень жесткого стрелка сейчас five elements и вынужден продолжать в четвером здесь тройка на самом деле очень сильно укреплена здесь и мир и максимус и скайлейкс лучше чего будет хелповать на девятке стоит жесткий кстати следует отметить что жесткий и вообще не отвлекается никак на длину длину длине просто дают свободно там как-то стреляться проходить неважно скайлейк кстати получает довольно таки много дэмэджа 6 хп у него остается 505 уже проходит под косой уже ковры занимает ну и 505 с корпцом здесь неплохо уравнивают шансы йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-й три безответных минуса от five elements ну неужели здесь будет пятерочка от них и проход под бету вроде как вероятен гуэра есть минус гуэра даблкил гуэра три полкил жесткий что происходит как они это сделали вот это поворот это боль это боль от команды эмбарго и 7-4 ну здесь конечно просто нереальные какие-то минуса ребята оформляют очень жестко отыгрывают на данный момент ну семерочка семерочка уже преимущество идет все выше и выше для коллектива эмбарго так что посмотрим что же нас будет ожидать далее стивоса 505 по-прежнему отыгрывает через позиции длины там скайлейк ему все руки чешутся у парня сейчас попытается прожать и да опять же этот прожим приносит свои плоды сшибает голову с плеч моментально 505 там же стивос остается на позициях длины по-прежнему контролит эту точку но скайлейк прекрасно понимает то что агрессивные действия против ильи это далеко не нужно делать ну и в соответствии стягивается обратно на свои позиции 505 пытается пройти эту точку но и 505 505 уже спит стивос пытается пройти эти позиции зачекался сейчас скайлейка но жесткий очень неплохо сэвит своего тиммейта пошла перестрелка на верхней тумбе зарывается сюда просто у нас пионер в эту позицию и сидит сидит до последнего не подпускает сюда никого довольно таки уверенная игра но рыдовый остается у нас пионер 6 процентов здоровья и корпс фуловый дропается на нижнюю сейчас пытается зачекать своего соперника но нет нет на нижней нету абсолютно никого нашел сишки отлично очень неплохо зачекал но семерка вроде как разминирована но там на девятке находится у нас гуэро по чекам также еще и спуск я так понимаю заминирован давайте кстати посмотрим нет а да да спуск у нас тоже заминирован сейчас выходит у нас корпс зачекал сишки но все безрезультатно сишки взлетают также на воздух просто так так и пионер по-прежнему сидит закопался все-таки в этой позиции зарылся до последнего пионер и не подпускает не подпускает сюда никого гуэро так же слетает корпс минусует скайлейка ну что ж неужели ребята потащат давайте посмотрим жесткий на девяти сейчас находится есть плейнт корпс также уже по чекам пытается отыграть но зачекал мне кажется его потихоньку жесткий чекает мидл и так же по чекам пошел но есть уже информация по жесткому конечно же завыходит что он делает ну почему там же был монитор от пионера и бежит 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 и жесткий что ты что это за фейл от двух команд боже что это за игра что за валидол божий у меня просто нет слов просто нету слов это 7-5 сначала пионер стоял чекал от третьего лица ну там видно было что парень проходит под плэн второй сидит тоже от третьего лица в плэн 2 никто кому инфу не дает этот бат садится просто на нить дефьюз слышит что к нему бежит человек и абсолютно ничего не делает просто продолжает дефьюзить на морозе и погибает ну такое себе такое себе от команды 5 elements и от команды эмбарго сейчас мы видели но 7-5 возможно здесь с этого раунда камбэк будет вероятен от 5 elements если бы проиграли то было бы 8-4 там уже действительно призрачные шансы призрачные шансы были бы до камбэк от 5 elements но пока что все в силе и сейчас эти парни возможно нас удивят возможно опять же плечевое слово здесь сишечки кстати у нас на тройке стоят поэтому здесь нужно прочекать эту позицию сейчас корпусу корпус как раз таки так есть сишечка кладется у нас на разминирование и не разминирует сишка вот это скиллуха а это скиллуха и хаешка еще падает но в стиве есть опен фраг на нижней тумбе неплохо минус гуэра ну и два родовых сейчас у команды 5 elements это может сыграть ключевую роль при заходе на верхнюю тумбу от этих парней ну и здесь жесткий опен фраг для своей команды в этом раунде постевоз креет и наконец-то раздифьюзили эти сишки которые так долго не могли разминировать ну что 505 на длине 82 хп скайлейк здесь с ним будет перестреливаться но и заход на тройку также не откладывается на долгий срок и максимус здесь уже готов встречать ну что да будет заход под хаешку и у нас начинается экшен на тройке кому залетает мирокс вместе с максимусом неплохо принимает и там укил 3 полки ой 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 и Андрей Калугин остается в гордом одиночестве на косом еще на длине давайте ящик тушкана будем называть потому что Сашка постоянно аркает эту позицию даже когда я играл меня Сашка постоянно бесил на этой позиции он постоянно меня убивал ну ладно это небольшой автоп и тем временем это уже 8-5 8-5 и жестко но сейчас нужно ребятам собираться нужно собираться все таки уже преимущество идет не то что там в раунд или в два уже троечка троечка в преимуществе у коллектива эмбарго и если сейчас 5 elements не собираться то далее отыгрывать уже придется 4 раунда к ряду чтобы довести до допов но вот как я и говорил собственно верхняя тумба обороняется просто на ура от коллектива эмбарго вот у коллектива The Nation есть звено JJ здесь звено ММ просто здесь Мирекс и Максимус вот они всегда держат эту точку и она всегда у них заходит на ура так что давайте посмотрим смогут ли сейчас прорвать эту позицию ребята из коллектива 5 elements тем временем подтягивается уже под позиции трех чека здесь сишки попытается сейчас разминировать да хорошо разминируется позиция трех но там еще я так понимаю есть сишки давайте пролетим тоже посмотрим так что тут нет вроде тройка пустая тройка пока что пуста но вот сишка залетает только что сбросили сишку также она взлетает на воздух безрезультатно нашивается уже 3 и заходить сюда совершенно не лучший вариант ой 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 как СТО сейчас сейвит Гуэра но Гуэра да именно конечно как он сейчас минусует Гуэра ну и собственно как засейвил своего тиммейта очень хорошо отыграл Мирокс сейчас рискует потерять голову там корпус довольно неплохо шьет пиксель но пока что хилиться живет конечно здесь Мирокс отбрасывается дымовая по прежнему контролится позиция верхней тумбы очень уверенно Скайлейк находит минус все таки по кову и есть дроп на нижнюю выходит ребята под альфу Скайлейк на девятке 40% здоровья есть хэдшот от Пионера отлично моментальный размен от Мирокса перетяжка на позиции меда установка планета под альфой уже производится нет корпус отставил эту глупую идею и Мирокс снимает голову сейчас Тивосу Пионера и корпус остается вдвоем против троих бойцов коллектива Эмбарго но что делает корпус объясните мне пожалуйста что вот это это что это вообще такое что это сейчас происходило корпус похоже дело завис но Пионер снимает голову обидчика своего тиммейта и 13 хп у него самого остается так жесткий его убирает это девятка это девятый раунд для коллектива Эмбарго ну и идем далее 4 раунда преимущества конечно далеко не радужные новости для Five Elements 5 нет 4 матчпоинта сейчас у команды Эмбарго против Five Elements немножко помутнение в голове от такой фразы потому что вроде как Эмбарго да они хороши но Five Elements явными фаворитами были перед этой встречей но что творит Эмбарго это пока уму невообразимо и глаза немного отказываются верить в происходящее но что есть то есть здесь сишечки кстати на тройке тоже установили ребята из команды Эмбарго и куда попробует Five Elements у нас залететь но это понимает это уже залет это залет отчаяние по тройку корпус залет есть есть минус от Максимуса даблкил от Максимуса но у Максимуса усмот 12 хп продолжит ли эту прессуху под тройку пока не знаю но наверное все таки да потому что какого-то дальнейшего развития здесь не вижу возможно выход на нижнюю от 505 но такое Стиви будет целить у нас выход на верхнюю тумбу от Максимуса если Максимус здесь высунется то его здесь Стиви радушно примет ну все спалили еще и снайпер команды есть уже информация как минимум по двум игрокам но длины нету это сплит просто это поезд в одну позицию но Стиви все таки с хэшки забирает Максимус у нас и уже 3 в 3 отыгровка Стиви еще один минус но здесь скайлейд есть минус раз есть минус нет минус 2 и остается последний у нас товарищ под никнеймом гуэра который у нас там где он бегает кстати да вон гуэр все нашел на позиции оппоп стивуса про чекал а Стиви то вообще походу даже ума не приложит где находится гуэра вот так сейчас поворот может быть 505 очень битый 35 хп и просто в спину выходит но и Стиви какой фликшот от него сейчас и это 9-6 и еще 3 матчпоинта нужно отыграть 5 elements для дополнительных раундов это просто не игра это просто валидол могут 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 ребята отыграть эти 3 раунда стопроцентно но если еще поднажмут немножко то там уже может быть и на допах заберут эту карту в свою копилку но сейчас очень агрессивная игра на семи здесь гуэра оформляет даблкил всего с моментальной разменой того же гуэра но тем не менее коллектив 5 elements сейчас вынуждены были играть в меньшинстве но тут моментально ребята сравнивают позиции есть минуса и довольно таки неплохие заход по тройку скорее всего сейчас будем наблюдать от корпуса сможет ли он поражать эту позицию давайте посмотрим пионер дропается сейчас под нижнюю тумбу за ним идет корпус ну и похоже будут разводить нижнюю похоже будут разводить нижнюю но скайлейк на стражу порядка оформляет груз 200 сейчас на корпуса и так же подредил изрядно пионера рыдовый пионер буквально у него остается 1% здоровья заходит уже под альфу нашивает миддл ну и там же стивоз под нижней тумбой находится чекает дроп на нижнюю но дропа пока что у нас не наблюдается а нет все таки вот побежал побежал максимус будет дропаться суашками нашивается так же миддл отвлекает внимание стивоза ой-ой-ой стивоз зря ты откидываешь эту хаешку но здесь парни просто развели просто развели Томхоэтиш с гэр дамой ггпп Как, сколько злости, сколько ненависти в одном сообщении. 10-7, вторая карта, точнее третья карта заканчивается в пользу команды Эмбарго, но это, походу, мошна. Ну посмотрим, не будем. I guess, I guess we'll be protest. Не будем сейчас на этом останавливаться, давай посмотрим, что у нас в поставочке. Да, мы в поставочке лучше. Совершенно верно, Максим, поддерживаю тебя в этом совете. Итак, 10-7, 10-7 на Эмбарго, была ли такая ставочка, была 10-8 на Эмбарго, 10-7 есть. Ставочка на Твиче от Гостленда, 184, а вот ВКонтакте, была ли такая ставка или нет. Так, ВКонтакте ищем 10-8, 10-8, точнее 10-7, 10-7 Эмбарго. Да, душевно больна, забирает этот код, поэтому Гост и душевно больна. Сейчас я вам отправлю коды. Гост, напиши что-нибудь в чате Твича, я тебе его скину. Ну а мы уходим на небольшую музыкальную паузу и возвращаемся к вам со второй игрой на сегодня. Да, дорогие друзья, следующая игра у нас будет коллектив The Nation против Эмеральдов. Так что посмотрим, что нас ожидает там. Далеко не расходимся. Приятного прослушивания музыки. На связи по-прежнему Arena 4Game. Скоро увидимся. Продолжение следует...